СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Нередко мы видим, что люди обращаются к Аллаху с определенной мольбой, и она не остается без ответа. Обращаясь к нему с этой мольбой, они находились в трудном положении, и во время мольбы были всецело устремлены к Аллаху, или же до этого они совершили благое деяние, и ответ на мольбу пришел как благодарность за это деяние. Или же мольба совпала со временем, в которое мольбы не остаются без ответа, и действительно приходит ответ. И люди начинают думать, что весь секрет в самой фразе, которую произносит обращающийся к Аллаху с мольбой. И человек перенимает именно эту фразу, не принимая во внимание, что в его случае перечисленные сопутствующие обстоятельства отсутствуют. Это подобно тому случаю, когда человек применяет правильное лекарство в правильное время и правильным образом, и оно приносит ему пользу. А другой человек думает, что достаточно просто употребить то же лекарство, но он ошибается, подобную ошибку допускают многие люди. Также бывает, что на мольбу человека, оказавшегося в трудном положении, произнесенную возле могилы, приходит ответ. И невежественные люди начинают считать, что все дело в могиле. Они не понимают, что в действительности весь секрет в безвыходном положении этого человека и в искренности его устремленности к Аллаху. И если это обращение с мольбой имеет место в одном из домов Аллаха, то есть в мечети, то это лучше.